Что такое корпоративная культура в России? Что такое корпоративная культура? Получается терапевтический эффект. Пишите книги, дорогие друзья. Это очень хорошая терапия. А мы будем их издавать. Когда мы общались с партнерами компании Ольвер Вайман и обсуждали, как подойти к теме корпоративной культуры, первый вопрос, который они задали, что же все-таки превалирует? Какие-то национальные черты, которые есть у российского или даже постсоветского народа, потому что у нас очень много за 70 лет вот этот культурный слой нарос. И я скажу, в чем он заключается. Или сильнее корпоративная культура? Наверное, ответ на этот вопрос можно провести по аналогии с тем, кто занимается на дачах украшением своего сада. Если вы садом занимаетесь, можно сделать альпийскую горку, то есть что-то европейское. Можно посадить какие-то, как у нас в парке зарядья, из тундры мини-деревья. То есть, когда вы занимаетесь садом, то вы подавляете локальную растительность, которая обычно могла бы вырасти. Ну, например, такая, как бурьян, сорняки, крапива. А растет что-то импортное и заграничное. Если не заниматься садом, вырастет наше. Причем не обязательно наше, это плохое. Наша крапива сильная, высокая, зеленая. Борщевик очень активно развивается, ему не нужно удобрения. Он растет сам, он побеждает всех западные растения. Поэтому жалко, что ушла коллега из Юни-Левера. Ответ на этот вопрос следующий. Что в тех организациях, где активно занимаются корпоративной культурой, побеждает корпоративная культура. Сотрудник Марса в России, Китае или Америке, это сотрудник Марса, это марсианин. Я вот самая как бывший марсианин скажу, мы такие роботы. Ну, так же, как Порп-Пруктер и Гэмбл. Такие умные люди, потому что нас берут только тех, у кого 95% процентайлов по тестам, с очень таким детерминацией на результаты, и которых есть чувство собственного превосходства. Они считают, что они умнее других. Это вот корп-культура Марса, Порп-Пруктер и Гэмбла. Чувствуют или не чувствуют, что они умнее других? Не поняла, чувствуют? Они так считают. Что они умнее других? Да, да. То есть это культура, которая поддерживается в том числе и в этих организациях. В хорошем смысле слова она помогает им побеждать на рынке. Те организации, которые не занимаются корпоративной культурой, а это в основном российские компании, потому что все международные организации очень сильно инвестируют в корп-культуру. И денег, и средств, и времени, вот эти коучинговые сессии, это такая роскошь. Я вот недавно выступала в крупной российской государственной структуре. Могу сказать, что там на конференции топ-менеджеров HR обсуждения были на уровне, как оплачивается работа в выходные дни людям с ненормированным режимом. И что надо, как в приказе писать, чтобы что-то. Вот они это целый день обсуждают. Там никто не обсуждает никакие коучинговые пепрозы, вообще. То есть люди находятся в каменном веке, они еще бегают с топорами. Тут уже все диджитал, там топоры. При этом это компания, лидер мирового рынка нефти и газа. Вот, поэтому, в общем, это страшно. Это страшно, то есть сорняк растет просто по полной программе. Значит, дальше. Да, значит, если мы говорим, то есть мы сейчас не будем говорить про Нелевера, Марс и Кока-Колу. Мы говорим про такие российские компании. Я надеюсь, тут есть представители. То есть не все только в прекрасных западных организациях работают. Есть и те, кто предпочитает погорячее. Вот, значит, что в этих организациях происходит? В них доминируют российские национальные черты. Эти черты вывел еще ученый Герт Хофстеде. Его тоже можно изучить. Там сейчас в конце будет его книжка. Она, правда, не знаю, переведена или нет на русский. Ей там, по-моему, 50 лет. То есть это очень старая вещь. Но национальная культура – это такая стабильная вещь. Она не меняется. Значит, чем… Что ценно он в России проводил свои исследования. То есть их можно найти. Это очень интересно. Вот, то есть он вывел много там характеристик. Я написала три наиболее яркие, которые очень сильно влияют на корп-культуру российских организаций. Я с этим столкнулась. Дистанцированность власти. Это вот те самые истории, когда у акционера отдельный этаж. Туда можно подняться только по электронной карточке. У него есть самолет. Он летит в Екатеринбург на свой завод. И ты летишь, но он никогда не возьмет тебя на свой самолет. Он полетит один в 40-местном бомбардире, а ты попрешься, извиняюсь, в эконом-классе уральских авиалиний. Вот это дистанцированность власти. У него своя столовая, свой туалет, свой фитнес-клуб. У меня был акционер, у которого был свой фитнес-клуб, который тоже было запрещено посещать всем сотрудникам, включая даже топ-менеджеров. То есть что мы там могли сделать в этом клубе, я не знаю. Избегание неопределенности. То есть чертой российской культуры является желание все заструктурировать, все запланировать. Госплан, помните, было такое у нас учреждение, которое планировало, сколько носков надо выпускать мужских, сколько болтиков, гаек, сколько хлеба надо выпекать. Это вот реально было до 90-го года. Соответственно, у нас культурой нашей является бюрократия, регулирование, формализация, имя отчества, приказ, служебная записка. Просто так нельзя ни с кем поговорить, надо к секретарю записаться. Это вот российские компании. И коллективизм. Вы можете спросить, а почему коллективизм это плохо? Ведь, в принципе, коллективизм это то, что воспитывают западные организации. Тимбилдинг, тимворк. Я в данном контексте говорю о темной стороне коллективизма. Что это такое? Давайте всем нам будем мало платить, но никого не уволим. Это вот я с этим столкнулась в госкомпаниях, в моногородах. Огромное количество людей занято, там своя столовая, свой транспорт, все это надо вводить на аутсорсинг. Люди просто окапываются в окопах и говорят, нет, давайте мы лучше все будем получать мало, но только никого не выгоняйте. Коллективизм в том плане, что эти колдоговора, вот эти профсоюзы, которые ходят и говорят, нет, не надо никому ничего доплачивать, всем одинаково. Значит, вот когда я работала в Росатоме, у нас такая любимая тема была дейтсельный коэффициент. Слышал кто-нибудь что-нибудь про это? Взять 10% самых высокооплачиваемых топ-менеджеров и 10% самых низкооплачиваемых, и чтобы разница была не больше какого-то процента. То есть они очень волновались, что кто-то много получит денег за работу. Вот эти негативные стороны коллективизма, по моему мнению, являются отрицательными чертами российской культуры корпоративной. Что же положительного есть? Прежде всего, мы очень адаптивны к изменениям. Вот тоже поработав 16 лет в международных корпорациях, могу сказать, что экспаты, они такие более структурные. Им надо, чтобы все там, процесс, процедура, чтобы понять, как вот все это действует, мы можем очень быстро переключиться. Кроме того, мы готовы работать в условиях неопределенности, в условиях, когда курс доллара в 2014 году увеличился или уменьшился в два раза, а в 1998, может быть, кто-то еще помнит, в пять раз, там с шести до тридцати. В смысле рубль упал. Рубль, да. Ну, в общем, вы понимаете, да. Доллар-то как был, так он и остался. Да, да. То есть мы очень адаптивные. И, кроме того, у нас очень высокая степень мобилизационной культуры для подвига. Вот одна из глав моей новой книги как раз называется «Почему в России хорошо удаются Олимпиады и чемпионаты мира, а все остальное вот как-то не очень». Ну, потому что и война Великой Отечественной. Я уж не стала шутить на тему войны, а то закроют книжку. Вот. То есть мы любим подвиг, да. Вот когда вокруг враги, дело с Крепалей, отнимем чемпионат, допинг, на чемпионат, на Олимпиаду не пустили в Корею. О, давайте все, вокруг враги мы сейчас отобьемся. И мы отбились по полной программе. Вот. А почему-то там сделать свой айфон или там машину хорошую, автомобильную, вот мы не можем. То есть это культура подвига. Значит, и что еще мы выяснили и в ходе исследования, и с этим я, безусловно, столкнулась в своей работе. Вот. Та черта культуры, которая говорит о том, что все надо рекламентировать, и все надо как бы формализовать, ведет к тому, что у нас в русских компаниях, в российских, очень любят управлять регламентами, контролями, штрафами, санкциями, депримированием, всех проверять на полиграфии, за всеми наблюдать. Там акционер, например, в одной из компаний, у него на компьютере, ему айтишники установили такую программу шпиона, у него на компьютере можно было всегда посмотреть, что на экране у каждого из его топ-менеджеров. То есть вот там я сижу в интернете, или я там резюме свое отправляю на Headhunter, вот я прям сижу на Headhunter, отправляю резюме. Вот. Вот он за нами так следил. Значит. И в чем проблема? Ну, вы, естественно, понимаете, что люди становятся пушистыми и правильными только пока эти регламенты и контроль существуют. Если вы не поменяли их истинные ценности, как только вы убираете слежку, как только вы отменяете полиграф, и как только вы перестаете их штрафовать, они опять начинают делать то же самое. Вот. Поэтому, конечно, как говорили наши коллеги, надо воздействовать на ценности, на установки, то есть работать с базовыми культурными фундаментами, а не вот там сверху полировать. Еще одна очень интересная находка данного исследования. Спрашивали всех, что такое лидер в России. Вот выяснилось, что хорошим лидером у нас считается сильный человек, то есть такой мачо, он там залезает на Эверест, он там бегает триатлон, делает айронмен, да. Вот такой у нас образ, да. Там женщина, которая на Эверест залезла, значит, у которого есть ресурсы для решения проблем, денежные, административные, визионер, ну и, конечно, он должен знать российские реалии. Но при этом большинство акционеров, ну не буду прямо называть имена, вот выгоняют, там недавно выгнали довольно большое количество SEO. Почему? Потому что говорят, а вот он плохо внедряет изменения, а вот он не диджитализировался. Я хочу диджитализироваться, а меня обошел конкурент, а мы вот не диджитал, там, банк, да. Вот, я хочу того руководителя, который сможет не просто вот быть визионером и сильным, а еще и сможет сделать что-то очень современное. И поэтому вот в данном исследовании такого лидера назвали кентавром. То есть он снизу коня, сверху человек, он должен быть и Россию знать, и Запад знать, и держать контур, и при этом еще инновации внедрять, ничего не менять, чтобы акционер денежку получал, но при этом менять, в общем, ну вот, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот я так называю взаимодействие свое с акционерами. Вот, и кроме того, мы обсуждали в этом исследовании стиль управления российский, да, какие характерные черты. Ну вот, недостаток импауэрмента, да, тоже такое слово труднопереводимое, то есть когда людям дают полномочия, то есть не просто задачи ставят, а еще и ресурсы выдают. Вот нас очень не любят это. То есть ты выполняй цели, но каждую покупку свыше 300 тысяч согласовывай с руководителем, да. Вот, и там на два часа, чтобы отпроситься с работой, извиняюсь, Сечину пиши докладную записку. Мне прям люди рассказывали в Роснефти, там она должна была интервьюировать одного человека. Он говорит, я не могу прийти в рабочее время, мне надо у Сечина отпрашиваться. Снова был топ-менеджер, я говорю, фига себе, вообще круто, вот. Значит, у нас вот очень поддерживают коллективный дух, это вот эти корпоративы, какие-то олимпиады корпоративные. Это хорошо, если людям это нравится, но вот, как правило, Павел заметил, да, есть ли у меня другие интересы. Вот не хочу я в свою субботу, я хочу в театр с Еленой пойти, я не хочу бегать вот триатлон или там что там, полумарафон, вот. А у нас заставляют прямо, то есть если ты это не делаешь, то есть очень многие российские акционеры заставляют свой топ-менеджмент садиться на самолет его и лететь куда-нибудь там в гору медитировать. А они вот не хотят медитировать, ну надо. Кроме того, у нас очень плохие горизонтальные и вертикальные коммуникации, это силостное мышление, функции друг с другом не разговаривать. Тоже один пример, один из моих акционеров сказал топ-менеджеру, который до этого работал в Проктер-эн-Гэмбле, что вот пока я там не был в офисе какое-то время, ты тут Проктер-эн-Гэмбл развел. Все такие позитивные, все друг с другом взаимодействуют, ко мне никто не приходит стучать на другого топ-менеджера. То есть им нравится, когда в компании такой клубок змей, потому что они считают, что они таким образом предотвращают коррупцию, сговор. То есть им главное, чтобы никто не дружил, чтобы все воевали друг против друга. Ну и кроме того, у нас всегда очень много изменений. Вы знаете, приходит новый начальник, сразу всех выгоняет, всю топ-команду и набирает новых. Вот я работала в иностранных компаниях, там у меня поменялось по два, по три начальника, никто никого не выгонял, то есть все работали. В российских компаниях хороший повод всех выгнать. Ну и тем не менее, хорошим моментом является то, что наше исследование выяснило, что все-таки в России существует меритократия, и людей продвигают за заслуги, ну или за какие-то результаты. Это good news. Закончить свое выступление, я бы хотела цитатой. Значит, один из экспертов данного исследования был Алексей Миханошин, известный человек, он работал в Сбербанке, до этого объединял Вимбельдан с Попсиколой. Он сказал следующую вещь. Корпоративная культура – это как пирамида из бокалов шампанского. Бокалы – это люди. Шампанская культура. Сначала наполняются бокалы верхнего уровня, потом шампанское течет вниз и доходит в последнюю очередь до нижних слоев этой пирамиды. В России всегда не хватает двух элементов – времени и шампанского. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня все. Спасибо большое. Давайте вопросы. Готовы у нас вопросы. Ну, то, что я услышала, Татьяна, в общем, проблема у нас вот с той самой… Проблема наверху. То, что на самом верху. И что-то у них с ценностями, не побоюсь этого слова. И что же нам делать-то? Ну, вот мы хотим же, чтобы наша среда, вообще российская бизнес-среда, как-то, ну, вообще в стране менялось что-то к лучшему, да? И бизнес-среда менялась. Есть ли у тебя какое-то представление, каким образом мы как граждане можем воздействовать вот на этот самый верхний слой? К сожалению, нет. Дело в том, что я экономист, кандидат наук экономических, и я знаю, что политика – это концентрированное выражение экономики. Вообще все, что происходит вот в мире, это про деньги, к сожалению. И, как правильно, вот коллега говорила, деньги где? Шоу «Медомания», да? Чего там? Счастье сотрудников, деньги. Так вот, как только отсутствует конкурентная среда, начинаются проблемы, потому что лидеры наверху, если им не надо жестко биться за прибыль, жестко побеждать конкурентов, бороться за потребителя, они могут использовать вот эти все нехорошие практики. Почему «Юнилевер» или «Метро» или «Марс» такие эффективные? Потому что у них нет никаких преференций, они вынуждены биться везде, в Египте, в Японии, в России, в Казахстане. Никто им не помогает, им, наоборот, все мешают. Там «Макдональдс» закрывают, помните, он на Пушкинской площади полгода не работал по каким-то нашим политическим причинам. То есть у нас во всех странах эти компании считаются чужими, ну, кроме Америки. Они везде считаются носителями какой-то западной неправильной культуры. А наши российские компании, они такие комплейсанты, они очень довольны, у них все в порядке, у них конкурентов нет. А сейчас из-за нашей изоляции им еще лучше стало, потому что отрезали импорт, санкции. Значит, у нас там хотят, вы знаете, там, мастер-карты, визу отменить, чтобы мы миром пользовались. Ну, я просто говорю, что вот такая вот атмосфера, она, наоборот, пока поощряет вот такое вот поведение, потому что нет рынка, нет конкуренции. Только рынок и конкуренция свободная могут заставлять тебя меняться и соответствовать лучшим практикам. А если конкуренции нет, то ничего ей не надо. То есть если я тебя правильно поняла, то ты уверена в том, что вот эти наши прекрасные лидеры, которые летают на самолетах, как только они будут поставлены в условиях конкуренции, даже вот со своими такими прекрасными представлениями о мире, что надо всех стравить лбами для того, чтобы случайно никто не устроил заговоров против них, они начнут меняться сами. То есть речь не в том, что у них не хватает какого-то сакрального знания о том, как надо, а как только будет потребность в том, чтобы нормально в конкурентной среде управлять, они сами найдут эти способы. А вы согласны, кстати, со мной? Найдут они эти способы? Или все-таки нужны какие-то, я не знаю, какие-то просветительские тут интервенции? Вы знаете, вот, к сожалению, я уверена, что с просветительской точки зрения у них все в порядке. Они все съездили в Singularity University, они все в ВКПСИ, им все объяснили про культуру силы, про культуру кооперации. Они все послушали, сели на самолет и полетели один на свой завод и пошли в свой фитнес-зал один тренироваться. Они все знают прекрасно, нет мотива. Вы знаете, как человек должен виллинг и должен хотеть и знать. Они знают, как правильно, но у них нет пока urgency. То есть их пока не заставила жизнь это делать. Если бы вот тот акционер, по какой-то причине у него были проблемы с деньгами, тогда бы он точно свой самолет набил бы 10 сотрудников, чтобы не платить за их бизнес-класс или эконом-класс. Ну, значит, пока хватает денег. Вот надо сделать так, чтобы денег перестало хватать. И, кстати, ужас заключается в том, что вот у этой штуки есть обратная сторона. Он полетел в самолете, а, соответственно, снизу, вот то, что у Гирта Ховстеда написано, там появляется такое чувство, то есть дистанция власти, это когда снизу мы воспринимаем начальника как Господа Бога немножечко. и, соответственно, не осмеливаемся, в общем-то, сказать те вещи, которые сказать мы обязаны. Так, я вижу, что там вопрос. Алло? Работает. Здравствуйте. Марьяна Луконина, ВИМ-софтвер. Татьяна, спасибо большое, что делитесь. Прямо в точку попали, все болит, откликается. Опыт мой в основном в западной компании, но в том числе и в российских компаниях тоже работала. Интересна Ваша точка зрения, вот на какой момент. Есть элементы какие-то все-таки в российских компаниях, в том числе и госструктура, когда они по каким-то причинам заинтересованы в людях с западным опытом. Ваше мнение, исходя из того, что Вы видели и как Вы сейчас уже вооружены после исследования. Правильно ли это тренд? Следует ли ЕМОС дальше следовать российским компаниям? Зачем они в принципе это делают? Даст ли вот это вирусное такое внедрение западных практик в результате общий эффект на изменения? И сколько по Вашему времени мнению это времени может занять? Вот это сравнение дистанции, да? Да, я поняла. Тут несколько вопросов. Во-первых, хотелось бы начать со следующего. Я, поскольку училась еще научному коммунизму, у нас была такая цитата «Учение Марса всесильно, потому что оно верно». Значит, западные практики всесильны, потому что они верные. То есть я вот прямо вот верю в них. Поэтому, конечно, они работают и в Китае, и в России. И опять-таки, когда мы говорим «О, Китай, там такая особая культура, возьмите компанию тот же «Марс» или «Юниливер» в Китае, да то же самое там в офисе будет, да? И люди будут так же работать, так же взаимодействовать с собой. Поэтому нет, садом надо заниматься, подстригать, поливать, выдирать крапиву нашу и так далее. Вот. Значит, почему я вернулась к этому слайду? Все российские акционеры очень хотят людей с западными практиками, потому что они хотят, ну, показать, для них это такое, знаете, как некоторые дома «Игуану» заводят, кто-то заводит большого питона. Вот у меня те же мои акционеры, знакомые, заводили иностранцев. То есть они не просто брали российских нас, потому что мы, по сути, ну, такие же, как иностранцы, только дешевле. Мы все знаем. Вот. А они прям хотели подороже и брали иностранцев. Но, как говорится, они не умели с ними работать. Они брали этих иностранцев. Иностранцы, они как привыкли? У них от 3 до 6 месяцев индакшн, да? Вот как вот я пришла, например, в компанию «Метро», мне говорят, все, первые полгода езжай во Францию, в Германию, изучай, там, взаимодействуй. Никто в первые полгода ко мне даже не подходит с задачами. Иностранцы, они точно так же. Они говорят, окей, I will take half a year, да, я беру полгода, чтобы интегрироваться. Акционер вызывает его через 2 недели, говорит, где результаты? Результаты где? Где проблемы? Да, он. Вот. И выгоняет. Когда я работала в X5, прям не могу не сказать, мы на пятерочку взяли генеральным директором одного немца, который был генеральным директором дискаунтеров Lidl в Германии. Кто знает, Lidl – это, ну, the best, это лучшие дискаунтеры мира. Мы его взяли в Россию, чтобы он поднял пятерочку. Это было в 2013 году. Его выгнали через 3 месяца после начала работы, потому что Фридман не увидел результатов. Ну, правильно, 3 месяца уже прошло, у тебя 10 тысяч магазинов, почему нет результатов? Должны быть. Вот. Поэтому, опять-таки, проблема вот в этом. То есть акционеры, они очень хотят иностранцев или людей из западных компаний, но они должны понимать, что мы привыкли работать по-другому. Нам нужно дать время, чтобы мы там, ну, оценили ситуацию, подготовили стратегию. Я, например, всегда начинаю команду менять. Мне, например, нужно, если компания большая, например, там, 100 тысяч человек или больше, мне нужно от одного до двух лет, чтобы команду поменять, потому что там они внизу уже правильные HR-практики. Я одна-то, что сделаю? Ты один можешь сделать, если в офисе 20 человек, ну, или 100. А если у тебя 100 тысяч, тебе надо поменять тысячу HR-ов. А чтобы их поменять, там на это уходят месяцы, да, пока ты их найдешь, пока ты там уговоришь его ехать в Краснокаменск или в поселок Лесной за колючей проволокой. Вот Наталья Седых знает, как это. Мы с ней были на урановых рудниках. Не могли мы несколько лет найти HR-а на урановые рудники. Там 600 километров до ближайшего города. Андрей тоже смеется, Митюков, да, там Акатыши Карельские. Вот, поэтому, конечно, очень сложно. И они вот не в полную меру используют этот потенциал, просто потому что не готовы ждать. Вот и все. Спасибо за отличный рассказ, Татьяна, очень живая, интересная, метафоричная, ясная. Про оргкомитет вопрос. Вот, имеет вообще смысл рассуждать о культуре для краткоживущего мобилизационного проекта? Павел, огромное спасибо за этот вопрос. Я просто забыла об этом рассказать. Значит, вот когда я говорила про хорошие черты российской культуры, вот это как раз, сейчас я верну, помните, способность работы, работать в качестве подвига. У нас была очень сильная культура. И в чем она заключалась? Она заключалась, вот она была похожа на культуру российских солдат в 1942 году в окопах вокруг России. Вот реально, кто, если не мы? Значит, как Фифана от нами издевалась? Например, мы провели Кубок Конфедераций, это было в 2017 году, и нам должны были заплатить бонус по результатам этого кубка. И Фифа приходит ко мне и говорит, мы не будем вам платить бонус, потому что мы вам сейчас выплатим, вы все разбежитесь. Мы говорим, мы русские, мы не разбежимся, мы из-под Сталинграда не убегаем. Ну нет, вот у нас был опыт там в Бразилии, вот им выплатили, они сказали, а зачем работать еще полгода или год, когда у нас есть на три месяца, чтобы пить каперинью и танцевать на пляже. И ушли все. Мы говорим, мы не бразильцы, русские не сдаются. И они говорят, нет, давайте вот вы проведете чемпионат, потом мы проведем аудит, и где-то через месяц 8 вам заплатим бонусы. То есть в итоге, проведя Кубок Конфедерации летом 17-го и чемпионат в июле 18-го, мы бонус получили в декабре 18-го. Уже все уволились, сотрудники в июле все уволились. И вот как бы я им говорила, ну мы заплатим, вы не волнуйтесь, в декабре. Мы им даже бумажек никаких не давали. И русские люди говорят, ну надо так надо. То есть когда в 17-м году мы пришли к людям и сказали, вы знаете, не будет бонуса за Кубок. Они сказали, ну мы же здесь не ради денег, мы же здесь Россию как бы поддерживаем. То есть вот это тема, то же самое было в Росатоме, когда я, мы делали реорганизацию структуры вот с Марком Розиным и компанией, вот и мы приходили к очень старым атомщикам, которым там 60 лет, и говорили, вы знаете, раньше вы назывались департамент, и у вас был грейд 3 или там 4, а теперь вот мы сделали реструктуризацию, у вас будет грейд 5, и мы вынуждены вам понизить зарплату. А он говорил, ну хорошо, я говорю, ну а у вас нет проблем? Он говорит, ну мы же атомщики, мы же ядерный щит защищаем, делаем страны. Если мы 90-е отсюда не ушли, когда нам вообще ничего не платили, куда же мы идем? Вот эта черта, она очень сильная. И она, конечно, была в оргкомитете, то есть у нас реально была идея, мы получали ниже рынков, у меня где-то в 4 раза зарплата уменьшилась по сравнению с тем, что я получала до этого. То есть мы туда пошли не из-за денег. И вот это круто. Вот за это я люблю российскую культуру, мы в отличие от бразильцев не разбежались. То есть ничего не надо было трансформировать, есть обстоятельства, в которых она пригодна вполне. Ну вы знаете, вот очень большое значение имел подбор. Вот когда сегодня говорили, конечно при подборе мы брали людей с определенной культурой. Скажу честно, если сотрудник, нет, кандидат, я проводила интервью практически всех. У нас перманентных сотрудников было 500. Остальные были на ГПХ, на срочных договорах, контрактор и так далее. Вот я из этих 500 практически каждого проинтервьюировала сама. И я слушала, что они спрашивают. Например, если человек говорил, так, вот я буду работать на стадионе, он еще не достроен, а где я буду обедать? Все. Вот я дальше уже не разговаривала. Или человек говорил, а как будут оплачиваться переработки? Никак. Спасибо большое, вы свободны. Правда, я все понимаю про трудовой кодекс, но если человек на первом собеседовании спрашивал у меня про обед и про оплату переработок, это был не наш человек. А если человек говорил, я не спал всю ночь, потому что работа на чемпионате мира это моя мечта с 5 лет, я даже представить себе не мог. Он говорил, еще и деньги платят. Я говорю, мы вам еще платить будем немножко. Да? Он мне говорит, можно форму и еду, в принципе. То есть большинство людей были готовы работать за форму и еду. Вот, поэтому мы брали уже таких, плюс у нас было 50% из Сочи. Они уже были прокачаны просто по полной программе с помощью Марин Починок. То есть они были вообще просто, они рвали. Спасибо. Второй короткий вопрос. Вот, у меня иногда клиенты спрашивают, Павел, а как быстро трансформировать корпоративную культуру большой давно существующей организации? У меня есть универсальный ответ, он полушуточный. Я говорю, все очень просто, замените три уровня менеджмента сверху. Это единственный способ, как можно быстро трансформировать культуру большой давно существующей организации. Вот я эту полушутку сейчас озвучил. Хотелось услышать ваше мнение. Вы с этим подходом согласны? Значит, смотрите, у меня как раз был подобный опыт в трех компаниях, в российских ЧТПЗ, X5, Росатом. Полностью поменять все три уровня обычно ведет к коллапсу. Почему X5 в 2013 году уступил магниту и нас всех разогнали, могу сказать честно, да, Фридман пришел, сказал, так, убирайте этих придурков, значит, Галицкий меня обогнал. Вот. Потому что мы поменяли всех. То есть мне была поставлена задача Советом Директоров, я, естественно, не сама это придумывала, поменять всех. И это было драматично. В Росатоме мы это делали частично. Некоторые функции, такие рыночные, как финансы, HR, IT, закупки, значит, там, то есть то, что вот не требует глубоких знаний, мы поменяли, а тех, кто вот являлся костяком, мы оставили. То есть я считаю, что вот всех прям менять нельзя. Это очень травматично. Это как у человека, знаете, одновременно провести три операции. На сердце, на почке и на легких, да и на мозге, да. То есть если у человека такая проблема, что у него все три части болят, лучше их делать, ну, раз в два года, чтобы он сразу не умер там на столе. Вот. Это вот похоже на такую операцию. И последний вопрос. Можно я вот немножко хотела прокомментировать? Таня, большое спасибо, как всегда, в общем, точку ярко и зажигательно. Но вот как представитель российской компании хочу сказать, наверное, не надо, это все-таки теоретизация вопросов, хотела бы в защиту российских компаний сказать, не надо уж слишком их демонизировать. С одной стороны, и не слишком очаровываться западными, да, потому что есть, естественно, регулярные практики, есть годы компании существования, и тем не менее, все равно есть люди, которые приходят и наполняют там своими знаниями, умениями, желаниями, навыками, те или иные рабочие процессы и взаимоотношения с людьми. И, собственно, есть и прекрасный менеджер российский, и не очень хорошие западные, да, все от людей зависит. Тут, как поменять корпоративную культуру, это очень долго и бесконечно, да, 60% населения компании поменяете, может быть, что-то произойдет, и то, если они будут соответствующего, да, майнсета и культуры, ориентированности. Если взять, например, немцев, вот они такие исполнительные, они дисциплинированные, они там увидят, что что-то не так, они тут же напишут заявление в полицию. Откуда у них это? Они уже сейчас рождаются такими, но за сотни лет больших штрафов, налогов и всяких punishments, да, у них это начинает возникать, ну, собственно, в их крови и в генетическом коде, если хотите. Мы тоже в этом. Мы, к сожалению или к счастью, страна парадокс, да, мы с одной стороны у нас нет газа за 100 километров от Москвы, а при этом у нас самое большое покрытие мобильной телефонии, да, и интернетом в стране, да, поэтому мы вот как бы такие, мы с одной стороны очень долго запрягаем, но при этом очень быстро едем, поэтому вот эти все нюансы, наверное, это квинтэссенция того, в чем состоит та корпоративная культура отдельно взятой компании и с чем приходится там и HR-ам в том числе работать, поэтому вот как бы плоско рассказать или подойти к этому вопросу невозможно, да, это всегда хитроцплетение очень-очень много больших вещей и, наверное, выигрывает тот, кто в картине зрения и своих действиях держит много-много элементов, да, вот как бы чем больше, тем тогда вот результат он получается лучше, быстрее и дольше держится, наверное. Таня, еще большое спасибо. Да, Наташа, спасибо буквально за завершение. Хотела сказать, что поскольку тема моей презентации была российская корпоративная культура, я на ней заострила. Я могу точно такую же презентацию сделать про корпоративную культуру западных компаний и написать там 355 недостатков. Там очень много недостатков, и поэтому я после 16 лет в западных компаниях 10 лет работаю в российских и в западных не собираюсь. Вот, это тоже по какой-то причине, то есть это тема отдельного разговора, может быть, мы в следующий раз об этом поговорим. И как, кстати, говорят социологи, ученые, не существует такого понятия как менталитет, но существуют ценности, а прелесть ценностей в том, что они меняются быстрее или медленнее. Татьяна, спасибо огромное, было очень зажигательно.